Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги Иудифи, читаю ее в синодальном традиционном переводе для библейского портала Экзегет. Восьмая глава открывает вторую половину книги, это половина женская. Мы говорили о том, что первые семь глав очень мужские. Это история царей, военачальников, ну или начальников поменьше, начальники города маленького Витилуи, которые страдают от жажды, которые готов уже сдаться полководцу Аллаферну. И женщины и дети там как приложение к мужчинам. Все решают мужчины. Мужчины воюют, мужчины молятся, мужчины постятся, мужчины защищают. Мужчины, наоборот, готовы сдать город, чтобы спасти хотя бы жизни своих женщин, своих детей. А что же с женщиной? Вот восьмая глава нам об этом расскажет. В эти дни услышал Иудиф. Иудиф — это, естественно, главная героиня, по имени которой названа и сама книга. А имя «Ягудит» означает «иудейка». То есть книга-притча, мы об этом уже говорили, на мой взгляд, это абсолютно очевидно, потому что исторически она не совпадает с теми событиями, о которых мы знаем, о которых описаны в других книгах Библии. И это вот такая ситуация войны, отчаяния, страдания. И не очень важно, какая здесь нападает империя. Ассирийская, Вавилонская, я не знаю, там Третий Рейх напал. То есть неважно, жестокая империя, которая грозит гибелью, от которой никак не защитится своими силами, что же можно сделать. И вот здесь женщина-иудейка, которая встает на защиту своего народа. «Иудивь, дочь Мирарии, сына Окса, сына Иосифа, сына Азиила, сына Елкия, сына Анании, сына Гедеона, сына Рафаина, сына Акифона, сына Илия, сына Елеава, сына Нафанаила, сына Соломиила, сына Солосадая, сына Иеиля». Вот ее родословие, имена, которые нам ничего не говорят. Древности, вероятно, люди все-таки понимали, к кому это относится. Странно, что не указано, из какого колена, но, видимо, из Иуды, поскольку тут уже иудеи всюду описано. «Муж Емоноси из одного с ними колена и племени, какого? Ну, видимо, иудейского, умер во время жатвы ячменя, потому что, когда он стоял в поле, близ вязавших снопы, зной пал на его голоду, он слег в постель и умер в своем городе Витилу. Его похоронили с отцами его на поле между Дафаемом и Валамоном». Ну, вот, видимо, инсульт сразил человека на солнце, он перестоял. «И вдовствовал иудей в своем доме три года и четыре месяца. Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чресло свои вретища, и были на ней одежды вдовства ее. Она постила все дни вдовства своего, кроме дней перед субботами и суббот, дней перед новомесячами и новомесячей, праздников торжеств дома Израиля». Вот, постилась – это не значит, не ела мясо, как сегодня. Мясо вообще тогда редко ели. Значит, вообще ничего не ела. То есть, по сути дела, она ела два дня в неделю, плюс праздники и их канун. «Она была красивой видом и весьма привлекательным взором. Муж Гомоносея оставил ей золото и серебро, слука, служанок, скот и поля, чем она и владела. Никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязнена». Вот, смотрите, мужчины постятся, и, может быть, женщины с ними, но все-таки мужчины. А в ситуации, когда нападает враг, когда нужно защититься, когда нужно свою молитву к Богу подкрепить вот этими действиями, женщина постится, потому что она вдова. Ее поле боя – это ее дом. Причем у нее все хорошо, да, то есть, она богата, у нее есть дом, у нее есть слуги, служанки, деньги. То есть, не то, что она вдовела, и теперь она нищенствует, ей есть нечем. Это ее выбор. Она вот скорбит о своем муже, причем уже больше трех лет. Казалось бы, время трауры должно было пройти. Но она верна умершему мужу. И это некая параллель, да, вот верен ли Израиль Богу? Вот иудив верна своему мужу. Услышала она о дурных речах народа против начальника. Мы читали в 7 главе. Вот ассирийская армия осаждает этот город, и людям нечего есть, нечего пить, а она и так не ест и не пьет. То есть, ее это привычное состояние. И тут весь народ готовится к сдаче. Народ уже не хочет сопротивляться ассирийцам, потому что они молодошествовали по причине оскудения воды. Услышала иудиви о всех словах, которые сказала Мозия, как он поклялся им через пять дней сдать город ассирийным. Что может женщина? Смотрите, народное собрание и местный начальник, предводитель, вождь вынесли решение. Женщин никто не спрашивает. И послала на служанку свою, распоряжающуюся всем ее имуществом, пригласить Озию Хаврина и Хармина, старейшин ее города. На собрании выступить никто не даст, но поговорить наедине, может быть, получится. Они пришли, и она сказала им, «Вы слушаете меня, начальники и жители Ветилуи. Неправо слово ваше, которое вы сегодня сказали преднародам, и положили клятву, которую изрекли между Богом и вами, и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на этих днях Господь не поможет нам. Кто же вы, искушавшие Бога сегодня и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих?» Вот очень хорошее обличение. Это она говорит начальникам Ветилуи, но это же про всех этих деятелей, про науходоносора, царя, здесь сказано, сирийского, хотя вообще вавилонского, который постоянно ставит себя на место Бога. Про Аллаферна, который делает то же самое. Так это свойство начальства вообще, не только языческого, ставить себя на место Бога. «Вот вы теперь испытываете Господа Вседорожителя, но никогда ничего не узнаете, потому что вам не постигнут глубины сердца у человека, и не понять слов мыслей его. Вы не знаете, о чем думает другой человек. Как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум его, и поймете мысли его? Нет, братья, не прогневляйте Господа Бога нашего». То есть вы не можете понять, о чем думает другой человек, как же вы можете понять, чего желает Бог. Вы просто ничего не знаете. У вас есть способ быть ему верным, исполнять его по велению и заповеди. Это вы можете, а за него решать нет. «Ибо если он не захочет помочь нам в эти пять дней, то он умеет власть защитить нас в какие угодно ему дни или поразить нам без лицом врагов наших. Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего. Богу нельзя грозить как человеку, нельзя и указывать ему как сыну человеческому». То есть она говорит, фактически вы поставили Богу ультиматум. «Господи, у тебя есть пять дней, чтобы нас спасти, после этого мы сдаемся ассирийцам, и все. Тебе здесь больше поклоняться не будут. Смотри сам, чего ты хочешь». С Богом не говорят языком ультиматумов, не ставят ему сроков. «Посему ожидает от него спасения, будем призывать его к себе на помощь. И он услышит голос наш, если это будет ему угодно. Ибо не было в родах наших и нет в настоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, которые кланялись бы богам рукотворенным, как было в прежние дни. А ведь их заставят поклоняться Новуходоносору». И здесь, потому что его считают единственным богом в этой условной ассирии. И как раз они возвратились только что из плена, об этом мы читали. И как же можно после этого заново впадать в то же язычество? «Которые кланялись бы богам рукотворенным, как было в прежние дни, за что отцы наши преданы были мечу и расхищению, и пари великим падением пред нашими врагами. Но мы не знаем другого бога, кроме его, а потому и надеемся, что он не презрит нас и никого из нашего рода. Ибо с пленением нас пойдет и вся Иудея, и святыни наши будут разграблены, и он взыщет осквернение их от уст наших». То есть мы будем ответственны за то, что будут разграблены наши места молитвы. «И убиение братьев наших, и пленение земли, и опустошение наследия нашего обратит на нашу голову среди народов, которым мы будем порабощены». Это будет все наша вина, да? «И будем в соблазне поношения у тех, которые овладеют нами, потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь Бог наш вменит его в бесчестье». Она говорит, выбор между смертью и рабством, говорит Иван. «Нет, это не так. Выбор между тем, чтобы ставить Богу ультиматум и предавать его, или оставаться ему верным, ожидая, что он сделает с нами». Первый выбор довольно простой. Он тяжелый, но он простой и ясный. Да, вот сдастся и пойти в рабство, уничтожить свое святилище, поклониться на уходоносору как Богу и остаться в живых, либо погибнуть, причем от жажды и голода, мучительная смерть. Но это все понятно. А здесь выбор неясный, оставаться Богу верным и что, надеяться на него и что, как все это пройдет, гарантия где. И можно сказать, и удивить, ну, ты говоришь общие слова, это все прекрасно, это все замечательно, но это разговор вообще, у нас конкретно, вот нам есть и пить нечего, да, давай мы сдадимся, нас хотя бы напоят водой, там кусок хлеба черствый дадут, мы выживем, да, вот это конкретный разговор, а ты общие слова говоришь. Они так ей не отвечают, но могли бы, но прочитаем немножко еще. Итак, братья, покажем братьям нашим, что от нас зависит жизнь, их и на нас утверждаются и святыни, и дом Господний жертвенник. За все это возблагодарим Господа Бога нашего, который испытывает нас, как и отцов наших. То есть мы отвечаем за себя, мы сейчас вот принимаем решение не только про себя, про святыни, которые у нас есть, не сказано какие, но, видимо, там какое-то место молитвы, что-то еще, там священные книги, все это будет уничтожено. И отчасти за весь Израиль, потому что мы его часть, да. Вспомните, что он сделал с Авраамом, чем искушал Исаака, что был Исааковым с сирийскими сапотами, Иаковым с сирийскими сапотами, когда он пас совет Славана брата матери своего. Как их искушал он не для истязания, сердце их так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает Господь, приближающихся к нему. Ну, речь идет, конечно, про то, как Господь повелел Аврааму принести Исаака в жертву, и Исаак согласился, хотя потом оказалось, что и не нужно было этого делать. Про то, как Иаков в своих странствиях тоже постоянно оставался верным Богу во всех трудных моментах, и Господь все как-то обращал ко благу. Да, вот когда Авраам сказал, что он согласен принести своего любимого сына Исаака в жертву, он же не знал, чем закончиться, но он доверился Богу. Доверьтесь и вы. Итак, я сказал, что они могут ей возразить это всеобщие слова, ну, что-то подобное и говорят. Озия, сказал ей, вот руководитель народа, все, что ты сказала, сказал от доброго сердца, никто не будет противиться словам твоим, ибо не с настоящего только дня известно мудрость твоя, но от начала дней твоих весь народ знает разум твой и доброе расположение твоего сердца. Но народ истомился от жажды и понудил нас поступить так, как мы сказали, обязал нас клятвую, которую мы не нарушим. Помолись же о нас, ибо ты жена благочестивая, и Господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды. Он думает, что может их спасти? Дождь, да? Прольется дождь, они соберут воду, у них будет достаточно питьевой воды, а там, может, и следующий дождь придет, да? И так как-нибудь продержимся. Он надеется на вот такое временное малое решение. Иудив понимает, что их упрек отчасти справедлив, да? Вот говорит, надейтесь, надейтесь, надейтесь на Бога и ничего не делать просто. Надо что-то сделать. Иудив сказал им, послушайте меня, я совершу дело, которое принесется сынами рода нашего в роды родов. Встаньте в эту ночь у ворота, я выдаст мою служанку. И в продолжении дней, после которых вы решите отдать город нашим врагам, Господь посетит Израиля моей рукой. Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколь не свершится то, что я намерен сделать. Она говорит, я спасу. Вот смотрите, первая половина книги, я говорил, ужасно мужская, там крутые мужики дерутся друг с другом, утверждают свою волю, всячески навязывают ее всем остальным. Приходит женщина и говорит, вы не справляетесь, вы недостаточно вот этой своей крутизной можете обеспечить нам безопасность. Я сделаю это за вас. Я не буду рассказывать, какая я чудесная, замечательная, какая вот я сильная, как я все смогу. Я просто сделаю. А потом посмотрите, да, вот этот контраст между вот этой мужской самоуверенностью и женской слабостью, которая одновременно, мы, наверное, надеемся, обернется успехом, да, но она уже успешна в том, что, Евдив не рассказывает о том, какая она замечательная и сильная, как, скажем, на уходе носор или ла ферн. Она говорит о том, насколько важно оставаться верным Богу. И когда ничего больше не получается, когда мужчины не справляются, она говорит, вот я, я пойду. Сказал, Яозий начальник, ступай с миром, и Господь пред тобою, Господь Бог пред тобою на отмщение врагам нашим. И вышли из шатра ее и пошли к полкам своим. А что им остается делать? Давайте попробуем хотя бы это. И им даже неизвестно, им даже, может быть, не очень интересно, что она придумает. Может быть, они не хотят знать, потому что, если она скажет, я сделаю то-то и то-то, как они, мужчины, себя почувствуют? Слабая женщина, вдова, которую надо защищать, вдова и сирота, это такой классический человек, нуждающийся в защите в Ветхой Завете, это постоянно подчеркивает. Вот вдова идет на войну, там, где мужчины готовы сдаться врагу. Они говорят, не будем об этом. Да, пожалуйста, ты хорошая женщина, мы тебя давно знаем, вот как знаешь, так и поступай. Мы вот при своем, да? И на самом деле победа Юдифи, она уже здесь началась, да? Вот здесь, где мужчины уступают ей право решения. Какое у нее право решения? Она никто, она женщина, в народном собрании даже не участвует. Мужчины отправляют ее на войну, как женщина, безоружная, не обученная боевым приемом, может воевать с врагом, одна с целым войском. Но бывают моменты, когда, ну, больше некому. вот в чем-то здесь Юдифи напоминает Деву Марию, да, которая на фоне царя Ирода, который там правит очень жестоко, убивает на фоне, там, других разных людей, которые принимают важные решения, она по-женски соглашается исполнить ту роль, которую просто надо исполнить, вот доверяясь полностью Богу и не рассчитывая ни на какие-то вот особые там победы, не на какую-то силу, там, не на умение, что-то, а вот просто довериться Богу, ну, ступить вот в эту холодную, глубокую воду, не зная, что окажется под ногами, и пройти в результате по этой воде. Вот это сделала Юдифи, это сделает потом Дева Мария, хотя, конечно, истории совершенно разные, но вот что-то вообще между ними, безусловно, есть.